Всем доброго времени суток! Вы уже познакомились с программой Прошел продюсер. Вы уже знаете, как можно скачать с интернета готовые стили и как применить к ним свои фотографии. В сегодняшнем видео уроке я хочу показать, как можно создать собственный стиль. Вот у меня есть небольшой коллаж, который мы попытаемся с вами сейчас сделать в этом видео уроке. Сейчас я вам его проиграю, чтобы вам было более понятно. Вот такой несложный коллаж. Для начала мы становимся на слайд, нажимаем правой кнопкой мыши и вставляем пустой слайд. Теперь переходим в параметры слайда. Нажимаем на плюсик левой кнопкой мыши и выбираем меню Добавить изображение или видео. Вот у меня есть папка, в которой я выбираю вот этот файл. Для того, чтобы он хорошо смотрелся, нам необходимо немножечко с ним поработать. Прежде всего, он у нас маленький, как вы видите, не закрывает полностью экран. Поэтому я подвину его немножечко в одну сторону и продублирую. Для этого нужно правой кнопкой мыши нажать на слой и продублировать его. Вот у нас получилось два одинаковых слоя. Теперь верхний слой мы подвинем вот сюда и немножечко изменим. Мы стоим во вкладке коррекция. Давайте его отразим по горизонтали. Вот у нас получились два симметричных кадра. Теперь нам нужно немножечко с ними поработать, чтобы убрать вот границу. Вот если мы сейчас проиграем его, видите, вот у нас видна вот такая вот нехорошая граница. Сейчас мы от нее избавимся. Мы заходим во внешнюю программу. Если вы смотрели видеоурок по настройкам программы, то вы знаете, что можно добавить внешнюю программу для ProShow Producer и в ней не выходя из ProShow Producer работать. Вот что мы сейчас и делаем. Вот мы зашли в программу Photoshop. Прежде всего снимаем замончик со слоя. Теперь нам нужно убрать вот эту границу. Я думаю, что лучше всего это сделать при помощи маски. Нажимаем на маску. Обратите внимание, у нас обязательно должно быть черный цвет. Выбираем кисть. Непрозрачность у нас возьмем примерно вот так 20-20. Кисть у нас возьмем побольше с мягкими краями. И попробуем тут немножечко убрать. Видите, где мы убираем, у нас появляются постепенно квадратики. Теперь мы немножечко увеличим непрозрачность а кисть уменьшим. Нам самое главное, чтобы не видна была граница. Вот мы немножечко вот так еще сделаем и напоследок 100% и совсем маленькая кисть. Вот, чтобы не было вот этой самой-самой границы у нас. Вот так. Теперь нам нужно сохранить все наши изменения. Заходим в файл, сохранить как, обязательно выбираем расширение PNG и сохраняем туда, куда нам надо. У меня он сохранен, поэтому я не буду этого делать. Теперь мы возвращаемся в нашу программу ProShow Producer. У нас вы видите файл был с расширением JPEG, а мы переделали его на PNG. Поэтому заходим в папочку, ищем наш файл, вот он, и открываем. И то же самое делаем с нижним слоем. Так, теперь я бы вот этот вот слой нижний подвинула немножко, ведь у нас совмещаются немножко камень, и наверное, ну да, он должен у нас снизу стоять. Смотрим, что у нас получилось. Вот у нас такое деревце с камешками. Идем дальше. Нажимаем на плюсик и добавляем новый слой грибочек. Вот наш грибочек. Вот я хочу поставить его на это место. Можно немножко увеличить. Вот так. Дальше мы должны показать, что у нас в окошке девочка сидит. Становимся на слой, который ниже грибочка. Добавляем опять изображение нашей девочки. Оно немножко великовато, поэтому мы сделаем ее чуть меньше. Посмотрим, что у нас получилось. Вот видите, при проигрывании видно слой фона, грибочек наш и фотография, которая просматривается под грибочком. Чтобы этого не было, нужно применить к этой фотографии маску. Как это делается? Нажимаем опять плюс, добавляем градиент, здесь выбираем маску, тип прямоугольный, значит то, что у нас будет белое, оно будет видно, черное не видно. Нам нужна вот эта маска прямоугольная. значит мы можем немножечко сориентироваться, то есть у нас видна должна быть вот эта часть. Все остальное нужно закрыть. Для этого мы поменяем разрешение, поставим здесь 720, а здесь 1280. позиция нашей фотографии должна быть ну вот давайте поставим наверное вот так 30 тут 60 и уменьшим окошко, которое у нас будет. Ну вот примерно так. Маску мы сделали, нажимаем ОК и идем дальше. Вот смотрим, видите, вот если мы подставим эту маску, немножечко ее можно уменьшить, вот она у нас получилась. теперь правой кнопкой мыши нажимаем на слой маски и выбираем меню использовать как маску. Видите, нижний слой, который под маской, он будет у нас частично не виден. Вот давайте теперь посмотрим, что у нас получилось. Вот теперь краев не видно, но маска у нас в первом ключевом кадре стоит здесь, а во втором вот здесь. Чтобы она не двигалась, мы опять переходим в первый ключевой кадр, нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем копировать следующий ключевой кадр. то же самое делаем со всеми остальными слоями, потому что они у нас должны стоять каждый на своем месте. Так, и просмотрим теперь, что у нас получилось. вот наша девочка, все лишнее мы убрали, его не видно. Ну, и теперь для того, чтобы немножечко оживить нашу фотографию, все-таки программа ProShow ProDucer у нас в основном занимается анимацией фотографий и слоев, я хочу добавить сюда бабочку. вот мы выбираем футаж бабочки, вот он загружается, посмотрим, что у нас получилось, и мы видим бабочку на черном фоне и больше ничего не видим. Что это значит? Это значит, что мы должны этот футаж немножко откорректировать. Заходим в коррекцию, нажимаем прозрачный цвет, видите, сразу наш черный стал прозрачным, но я вам все-таки рекомендую доделать это до конца, почему? Потому что когда вы начнете делать видео из него, не всегда получается цвет прозрачный, поэтому заходим сюда, нажимаем на цвет, обязательно выбираем пипетку, нажимаем на черный цвет и выбрать смотрим что у нас получилось вы видите бабочка у нас как бы с черным ореолом как это исправить опять возвращаемся в прозрачный цвет и вот те бегуночки которые у нас доступны интенсивность порога и понижение интенсивности мы немножечко подвинем насколько много это вы можете сами уже решить нажимаем ок и смотрим еще раз вот наша бабочка уже без ореола так теперь мы можем что еще сделать с этой бабочкой переходим в параметры слоя обязательно я рекомендую вам изменить громкость сейчас у нас в футаже нету звука но возможно вы будете пользоваться футажами со звуком и это повлияет на тот звук который будет у вас основным об этом я поговорю в следующем нашем видео уроке а сейчас просто меняем громкость на 0 вы можете изменить скорость воспроизведения футажа в данном случае можем поставить 90 процентов и смотрим что у нас получилось вот у нас бабочка немножечко медленнее и в конце она не перестает махать крылышками теперь мне бы хотелось эту бабочку еще немножко сделать ярче для этого мы заходим в цвет нажимаем сюда и выбираем какой-нибудь вот к примеру вот этот нажимаем выбрать вот у нас бабочка должна быть более яркая оранжевого цвета не забываем не забываем обязательно скопировать следующий ключевой кадр и смотрим что у нас получилось вот наша бабочка стала оранжевой все хорошо смотрим еще раз вот получился такой несложный коллаж на этом наш видео урок закончен я желаю вам всего доброго обязательно пробуйте обязательно творите всего хорошего спасибо спасибо